Всем привет! Сегодня у меня отличные фильмы, серьезные, атмосферные и, конечно, интересные. Первый. Нулевой фокус. 1961 год. Япония. Режиссер Йоситара Намура в ролях Юсика Куга, Хидзуру Токатиха и Нака Арима. Драма. Продолжительность 1 час 35 минут. Детектив. Драма. Это загадочный детективный фильм в послевоенной Японии. Тейко замужем всего неделю. Она мало что знает о своем муже Кеничи. Он менеджер по рекламе и работодатель отправляет его по работе в другой город. Кеничи планирует вернуться через 12 дней. Но проходит время, а он так и не появился. И никто не знает, где он. Ни родственники, ни знакомые. Тейко бросается на его поиски. Ей удается выяснить, что в последний раз его видели в Канадзаве. И она отправляется туда. Японские фильмы всегда необычные. Они могут показаться очень медленными. Но при этом они очень атмосферные. И, конечно, этот фильм для любителей старого кино. Драма «Криминал». Это отличный жизненный фильм. Рассказ о жизни молодых людей, бродящих по улицам Тайбэя в поисках себя в этом огромном городе и ощущаемой ими пустоте и бессмысленности. Сиакан – молчаливый студент. Родители считают, что он не прилагает достаточно усилий к учебе и ни к чему не стремится. Пара мелких хулиганов Ахдзе и Ахбин целыми днями гоняют на мотоциклах. Зависают в игровых автоматах, промышляют воровством. Сиакана достала бесконечная рутина. Случай на дороге сводит Сиакана с Ахдзе и Ахбином. Хотя они никогда не узнают о его существовании. Сиакан следует за ними по пятам, чтобы отомстить, а заодно почувствовать жизнь. Продолжительность 3 часа 50 минут. Драма. Еще один классный фильм с отличным смыслом. Настоящий шедевр драмы. Окружающий мир мрачен, никто не улыбается. Жизнь героев – это бесконечно серые будни, не сулящие ничего хорошего. Они пытаются найти смысл в своей, казалось бы, бессмысленной жизни. Это единственный фильм писателя и режиссера Хубо. Он покончил с собой за несколько недель до премьеры. Но пусть вас это не пугает, потому что фильм замечательный. Конечно, если вам нравятся такого рода фильмы. Это серьезное кино, безусловно, не для всех. А учитывая продолжительность фильма, так что я вас предупредила. В фильме несколько героев, пытающихся выжить в этом жестоком мире. Старшеклассник Вэйбу, которого родители постоянно ругают и выживают из квартиры. Ючанг спит с женой друга. У девушки Хуан Ли роман с женатым преподавателем в школе. Ван Зинь, живущий со своей дочерью, ее мужем и внучкой. Им нужна квартира, и они хотят, чтобы он переехал в дом престарелых. Каждого из них ждет событие, которое полностью изменит их жизнь. Это потрясающий философский фильм, от которого вы останетесь надолго под впечатлением. На сегодня все. Подписывайтесь ко мне на канал, смотрите хорошие фильмы. Всем пока!